Друзья мои, всем привет! Знакомимся с новым объектом в ЖК Сердце города. Сейчас я вам расскажу приблизительные планы, что мы здесь имеем, что мы здесь делать планируем. Ну и все. В общем, смотрим. Кому интересно, тому будет полезно, а кому не интересно, ну, тот много чего потеряет. Поехали! Итак, начнем обзорную экскурсию с входной двери. Вот у нас такая дверь, она шла от застройщика. Сразу хочу сказать, когда мы делали приемку в этой квартире, мы сразу с заказчиком посмотрели все окна, все двери, все примыкания, уровень стен, для того, чтобы заранее, перед началом ремонта, устранить все недочеты, которые пришли к нам от застройщика. Эта входная дверь, она тоже менялась, потому что здесь были дефекты, которые я сразу указал, и заказчик показал эти дефекты застройщику, и застройщик, соответственно, заменил дверь на новую, соответственно, устранив все эти недочеты. Вот. Та же проблемы у нас были с окнами, с вентиляцией какая-то проблема была, ну, и с кривизной стен. Это все тоже было устранено. Какие-то моменты можно сразу вычеркнуть стоимости квартиры, для того, чтобы немножко на этом сэкономить. Поехали дальше. Какие были проблемы? Проблемы были вот в этом моменте. Крепление, видите, как выполнено, не очень красиво. Почему-то новая дверь установлена опять так же, но старая была установлена еще страшнее. Далее она вся люфтила, ходила. В общем, шаталась. У меня такой вопрос, почему здесь пыль? Обычно, когда герметичная дверь примыкает, здесь пыли быть не должно. Ну, значит, дверь была не герметично закрыта, когда делали демонтаж стен, возможно, отсюда появилась пыль. Но мы чуть позже проверим. На герметичность, возможно, проблемы еще будут. Ну, думаю, незначительные. Вот. Ну, в общем, вот такая вот дверь от застройщика. Будет меняться или не будет, я не знаю. Далее у нас идет вот такой вот щиток. Здесь, в общем, небольшое количество автоматов. Здесь у нас будет полноценная замена электропроводки. Будет система теплый пол, датчики протечки, там контроллеры всякие будут устанавливаться. Но об этом будем рассказывать попозже, поподробнее, когда будут здесь производиться ремонтные работы. Здесь у нас будет работать электрик отдельный от нас. Поэтому только то, что мы увидим, то и вам расскажем. Здесь у нас, как мы видим, уже убраны перегородки. Вот они здесь были. Я вам покажу план, проект, который здесь был до того, как все это было снесено. Вот они все перегородочки. Это все убрали для того, чтобы возвести здесь новые. Кое-где возродиться ничего не будет, чтобы комнаты были большие. Здесь у нас будет отдельная комната. Здесь также будут перегородки из гипсокартона. Там тоже что-то будет строиться. Там у нас балкон. Все мы окна заклеили для того, чтобы стекла не попачкать, так как застройщик заменил окна по просьбе закачки, так как окна были расцарапаны. Также будут меняться батареи. Не сами батареи, а вот именно подводы. Подводы нам нужно заменить, чтобы они выходили через стену. Так как, когда они выходят из пола, на полное покрытие уже укладывать не очень удобно. Так, вот здесь у нас небольшое количество электроматериала, которое будет использоваться на данном объекте. Тут вот, в общем, наш станок. Далее мы сразу зачистили все стены. Здесь у нас штукатурка гипсовая. Здесь у нас штукатурка гипсовая. Мы ее убрали, так как здесь, в этом месте у нас будет санузел номер один. Ванна, душевая кабина, инсталляция, стиралка. Ну и вроде сушильная камера. А здесь у нас будет унитаз, инсталляция, раковина. Ну и вроде все, как я помню. Вот, две комнаты, два санузла. Данная перегородка будет зашиваться, так как вот это все, вот эта вся площадь будет у нас занимать ванная комната. Сейчас мы пройдем через стену. Хоп. Здесь у нас уже шумоизоляция выполняет свою функцию, то есть глушит наш звук. А здесь у нас будет находиться кухня. Для кухни нам обязательно сделать геометрию, так как вот этот угол у нас должен быть 90 градусов. Если этого не будет, возможно, где-то у нас кухня не сойдется. Поэтому вот эти две стены мы будем штукатурить под углом 90 градусов. Все остальные комнаты у нас будут просто подравниваться, так как на стенах у нас здесь будет обои. И капитальное выравнивание и сглаживание всяких там неровностей не обязательно, так как обои сами это все сгладят. Под покраску мы здесь делать не будем. На потолке у нас будут здесь натяжные потолки. Мы пригласим ребят, которые занимаются натяжными потолками, для того, чтобы они выполнили здесь красивые натяжные потолки. О них мы тоже будем рассказывать, но в отдельном видео. Как это будет происходить, я вам все покажу. Вот такую систему хранения профилей на объекте мы здесь соорудили, для того, чтобы все вот это железо не валялось у нас на полу. Потому что оно значительно усложняет передвижение по объекту, так как мешает. Когда нужна необходимость, мы будем брать профиля и монтировать их на место. Также будем использовать шумоизоляцию Акустик Науф для монтажа в перегородке гипсокартона, для того, чтобы поглощать шум. Будем использовать штукатурную смесь Болларс, цементно-песчатную смесь марки М200. Далее у нас тут грунтовка Терзит-117. Дальше тут у нас еще есть штукатурная смесь Волма-слой гипсовая. Для усиления конструкции, где будут монтироваться у нас телевизоры, мы взяли вот такие ТСБ-панели. Девятка сразу вот такого размера 60 на 120, чтобы не резать их. Ну и гипсокартон КНАУФ влагостойкий 12,5. Это пока не весь гипсокартон, потому что решено было добрать вот эту перегородку из гипсокартона, для того, чтобы сделать ее ровной. Так как здесь при переносе она треснула. Это старая стена, мы ее убрали чуть позже. Вот. Здесь убрали, здесь убрали, вон там он тоже вот след остался, который мы уже замазали. Тут видимо, что уже мы раздолбили пол для того, чтобы переделать систему отопления. И, в общем, вот такой у нас объект. По ходу, естественно, я буду вам рассказывать о продвижениях работ на данном объекте. Так что смотрите в Инстаграме, смотрите ВКонтакте, также на Ютубе. Смотрите моменты с этого объекта, как происходит у нас процесс работы, что мы здесь выполняем, какие функции, какие функциональные лайфхаки, рекомендации, советы. Все это будут на канале, будет в Инстаграме, будет ВКонтакте. В общем, смотрите. Ну, будет интересно. Объект значительно большой. Работы здесь много. А на полах здесь будет три вида покрытия. Это керамогранит, плитка, плитка ПЛХ, гликварт с винил. Ну, как-то так. И теплые полы будут практически во всей площади, где у нас будет уложен керамогранит. Вот, на стенах тоже будут разные виды плитки. В санузле, в ванной комнате, душевая кабина будет выполнять строительные исполнения из плитки. Ванна большая. Столежка там вроде будет тоже из плитки, как я помню. Ну, и, соответственно, короба, стены, потолки, полы. Ну, все. Весь классический набор при выполнении ремонта под ключ. Поэтому смотрите, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Ну, и все. У меня пока все. Всем спасибо за внимание. Ждите продолжения. Пока-пока.